Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами 12-я чемпионка мира по шахматам Александр Костенюк. И по сложившейся на сайте chess.com традиции в первую неделю января мы говорим о тактических задачах и следим за чемпионатом по тактическим дуэлям. 9 января 2022 года пройдут полуфиналы и финал этого чемпионата 2022, а у нас есть время посмотреть, попробовать свои силы в решении некоторых задач. На сайте chess.com база задач составляет более 350 тысяч, и понятно, что осветить все задачи просто нет теоретической возможности. Но в статье, которую вы найдете в описании к этому видео, автор проделал титаническую работу и выбрал шесть самых, одних из самых сложных задач на сайте chess.com. Некоторые из них оценены рейтингом chess.com в 3953 пункта. Две из них я покажу в этом видео, но начнем мы с первой задачи, эншпильной задачи, которая стала последней для меня в отборе, в квалификации к тому самому чемпионату по решению тактических дуэлей, по решению тактики на сайте chess.com 2022. Я достигла отметки 3300, начиная с рейтинга 400, и в течение трех часов поднималась, 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 поднималась. И затем на этой задаче остановила свое решение, свое выступление, потому что время истекло. И затем мы со зрителями моего канала пытались достаточно долго найти правильное решение в этой позиции. Итак, в этом видео будет три задачи, которые я объясню, покажу вам, но у вас есть возможность остановить видео и попробовать свои силы в их решении. Первая задача – ход белых. Задача очевидна, у белых лишний конь, лишняя пешка, и им надо реализовать большое материальное преимущество. Итак, если сделать ход, который предлагали некоторые из моих зрителей во время прямого эфира, конь c4, стремясь после король бьет f4, защитить пешку e3, казалось бы, все очень неплохо. У белых конь успел защитить пешку, на доске еще целых две пешки, и кажется, что этого материального преимущества должно быть достаточно для победы. Однако нет, у черных есть два целых способа. Сделать ничью, например, сыграть g5, и выясняется, что после hg, в случае hg, можно сыграть король g5, и от h5 с идеей размена последней пешки защиты нет. А в случае h5 мы знаем, что при реализации материального преимущества надо пытаться сохранять пешки в сильнейшей стороне. Проблема в том, что несмотря на то, что конь защищает пешку на g4, пешка g4 защищает пешку h5, у белых еще целых две пешки, но усилить эту позицию так называемая позиционная крепость. Белым не удается, конь не может уйти, так как последует король g4 и затем король h5, а если белые пытаются подвести короля поближе, то черные просто стоят королем. Давайте разберем еще вариант, чтобы понять, что последует на конь f5. Конь, король бьет g4, конь g7, защищая пешку h5 и надеясь, надеясь где-то проскочить королем к пешке h6 и выиграть. Но здесь черные ходят королем на f4, либо на h4, и благодаря своей сильной пешке g создают достаточную контр-игру для ничьей. Можем еще немножко продолжить вариант, здесь уже белым надо ходить конь f5, конь g3, иначе можно заиграться и даже проиграть. Но возвращаемся к начальной позиции, что же делать, как выигрывать конь c4, как мы поняли, ход приводит только к ничьей. Что ж, пешку f4 отдавать нельзя, после короля f4, король g4, король h4, пешки королевского фланга белых одна за другой могут исчезнуть с доски, и поэтому играем f5. Пришли к выводу, что конь c4 не помогает, играем f5, король f4, и здесь вновь разветвление, дилемма, что делать. Король g4 угроза. Давайте попытаемся вновь подвести коня, конь c4, король g4, конь e3, но здесь проблема в том, что после короля h4, затем последует король g5, g6, опять черные разменяют последнюю пешку белых, и на доске будет ничья. Поэтому, посчитав этот уже относительно несложный вариант, мы понимаем, что надо искать другой способ защиты пешек. И вариантов тоже у белых не так много, потому что если пытаться, как мы поняли, конем пешку f5 защищать, черные просто побьют на g4, побьют на h4, пойдут король g5, сыграют g6. Поэтому надо подводить короля, король в эндшпиле очень сильная и важная фигура. Идея белых в том, что на король g4 сыграть король e4. Этот вариант мы разберем чуть позже. Давайте попытаемся понять, что последует на h5. Черные надеются на ход gh, и после короля f5, они надеются съесть пешки h5 и h4, сделать ничью. Но шахматы не шашки, бить не обязательно, ход gh делать не стоит белым. У них здесь есть выбор, приятный выбор из нескольких выигрывающих продолжений. Можно пойти g5, а можно сделать очень симпатичный, изящный ход f6. Жертвуя пешку f, но после gh в данном случае пешка h5 уже проходная. На короле f5 черные остановили пешку, попали в квадраты. После h6 последует король g6, но белые не должны спешить. Они могут подвести коня, усилить позицию, и в конце концов проведут свою пешку в ферзи и выиграют. Поэтому разбираем ход король g4, что произойдет здесь. Здесь последует король e4, защищая пешку на f5, король h4, король f4, и выясняется, что вроде бы только одна пешка белых осталась в живых, и ее должно не так сложно быть разменять. Но проблема в том, что как вы не готовьте ход g6, либо g5, после продвижения пешки g, пешка f станет проходной. Поэтому не удается от этой последней пешки белых черным избавиться. Давайте посмотрим примерный вариант, король h5, конь подходит поближе, конь c4. Здесь есть много способов реализации преимущества, но я покажу самый прямой, который мог бы встретиться в партии, например, случись эта позиция на доске. Король h5, конь e8, план белых очень прост, есть пешку g7, затем провести пешку f в ферзи. g5, черные бросаются вперед, надеются создать контр-игру, но здесь король может пойти в многих направлениях, например, самое активное, король e5, g4, f6, и выясняется, что если черные ходят g3, то белые могут пойти конь g7, конь f5, таким образом, достаточно изящно они останавливают пешку g путем вилки, отдадут коня на g2, и затем спокойно проведут свою пешку в ферзи и выиграют. Ну, а если пойти король g6, опять же, варианты примерные, g3, вот таким вот изящным матом может закончиться партия. Ферзь f5, мат, можно было бы и выиграть ферзя при желании, но мат старше. Итак, первая интересная задача, которых очень много можно найти, но мне кажется, она достаточно полезна и в практическом плане, потренировать свой расчет можно, а сейчас переходим к тем задачам, у которых есть такой ярлык, самые сложные задачи сайта Ческом. Вот задача, у которой рейтинг сложности, который составляет 3952 пункта. Напомню, что самые сложные задачи на сайте Ческом оценены в 3953 пункта, какой-то заоблачный рейтинг, для сравнения уровень Карлсона 2800, да, а мы тут говорим о каких-то Эверестах 3900. Но, так или иначе, вот эта задача вполне возможна для того, чтобы ее решить. Задача белых ясна, надо ставить мат, потому что если они мат не поставят, они его получат. Как ставить мат? Проблема этой задачи в том, что очень много возможностей у белых есть. Можно поставить ферзь F7, объявить шаг, ферзь F5, ферзь G4, G4. И вот чтобы решить эту задачу, желательно все-таки посчитать все до конца. В чем сложность? Сложность в том, что, наверное, многие пользователи сайта допускают ошибку в следующем варианте. Они видят идею белых после ферзи F5 шаг. Ход заставляет отвечать король H6, потому что после G5 последует ферзь H7 мат. То есть после ферзи F5 шаг приходится ходить король H6. И здесь кажется, что ход ладья F6 ведет к легкому матованию, так как после GF ферзь F6. Но мы возвращаемся к той теме, что взятие на взятие в шахматах совершенно не обязательно. И на самом деле ход ладья F6 является серьезной ошибкой, потому что черные спокойно ходят G6, защищают своего короля. И выясняется, что шаги, серьезные шаги закончились, а черные, у черных большой материальный перевес, 4 пешки. И, скорее всего, они реализуют это преимущество. Поэтому идея ферзи F5 ладья F6 не работает. Можно попытаться после ферзи F5 король H6 еще посчитать интересный тихий ход, который является на самом деле ключом к решению этой позиции. Король G4, создавая страшную угрозу ферзи G5 ввиду связки этой пешки. Но, опять же, к сожалению, для белых здесь надо учесть возможность черных пойти G6, защищаясь от мата ферзь G5. И после ферзь бьет F6 заметить, что черные ходом ферзь B7 подключают ферзя к защите. Они готовы перекрыть шаг с F8 на G7. И, скорее всего, инициативы белых здесь будет достаточно только для вечного шага. Поэтому, как не хочется сделать ход ферзи F5 на первом ходу, это ложный след. Ложное решение, а правильным решением является шаг с F7. Ферзь F7 шаг. На король G5 здесь последует ферзь G7, король F5, ферзь G4 мат. В случае G6 такой же мат на G4. Поэтому черным приходится отступать вновь на H6. Здесь ладья бьет F6 вновь не ведет к победе, хотя не проигрывает, как в варианте ферзь F5 ладья F6. На GF следует мат, но проблема, как мы уже знаем, в том, что после ладья бьет F6 у черных есть защита G6. И здесь белые могут сделать только ничью. Вот таким вот изящным достаточно способом. Но ничья это не победа, поэтому продолжаем поиски дальше и находим идею с король G4, которую мы уже обсуждали. Тихий ход, создающий достаточно громкую угрозу. Ферзь H5 мат. Что интересно, что несмотря на такое большое количество фигур и пешек вокруг белого короля, у черных нет возможности поставить шаг. Ф5 нельзя ввиду связки, поле Е2 перекрыто вторая горизонталь ладьей, а пешка на D4 занимает важное поле у черных фигур своих же. Поэтому, но ферзь H5 грозит. Поэтому приходится защищаться. Единственным способом защиты от хода ферзь H5 является ход ладья H2. Но здесь уже после ладья H2 несложное решение. Ладья F6, GF, ферзь BF6 мат. Вот такой вот изящный мат всего лишь в 4 хода. На самом деле задача, которая оценивается в такие невероятные 3952 пункта, ничто иное, как мат в 4 хода. Что же, это, как мне кажется, задача была достаточно решаемой. Возможно ее решить. Я надеюсь, нашим зрителям это удалось. То есть переходим к следующей задаче. И эта задача, на мой взгляд, вкус и понимание, не задача для решения, а скорее отличное упражнение для разыгрывания. То есть, если вы тренер, вы можете смело ставить своим студентам эту задачу. Пусть они играют белыми и пусть попытаются эту атаку, инициативу, которая сейчас у белых есть, довести до чего-то серьезного и существенного. Потому что черные только что съели ладью белых на h1. То есть у них серьезный материальный перевес, лишняя ладья. И белым надо действовать активно. Первый ход достаточно легко находится. Конь d6 шаг. Понятно, что надо смотреть на короля и стремиться отыграть какой-то пожертвованный материал. После конь d6, король e7, конь бьет e5, белые отыгрывают уже часть пожертвованного материала, приближают своих коней к королю черных, создают угрозу конь f7, ну и практически вынуждают черных побить на d6. Вновь лишняя ладья у черных. И вот здесь вот очень важный момент, как продолжить атаку. И надо достаточно серьезную счетную работу белыми провести, чтобы найти верное продолжение. Ферзь d4 шаг никуда и ни к чему не ведет, потому что черные спокойно уходят к королю обратно. Ферзь f4. Ход красивый, но ходить рано ввиду ферзь e5. И вот это нас может натолкнуть на мысль 3-0, интересная есть идея у белых, натолкнуть на мысль, что можно усилить позицию, сыграв b4. Такой неочевидный ход, который держится на идее, что после ферзь бьет e5 следует 3-0, и белые выигрывают ферзя. После b4, соответственно, ферзь e5 черные ходить не хотят, уходят ферзем на c7. И вот здесь уже ферзь f4 очень сильно. Конечно, стремиться отыграть материал и съесть ладью на h8 плохая идея, потому что следует ферзь бьет c4, и белым надо продолжать атаку именно ходом ферзь f4, создавая неприятное давление и угрозу конь fc. Король e7. Вновь дилемма, как играть белыми. Вновь непростой выбор. Конь g6. Неудачно, естественно, менять ферзей ни в коем случае не надо, когда мы ведем атаку и когда мы пожертвовали материал. Поэтому надо ходить, ферзь бьет f7. Король d8, так как король d6 ведет к симпатичному мату после трех нолей. Давайте доведем этот вариант до конца. Слон d3, король f4, ферзь g4, король e3 и ферзь d4. Вот такой вот симпатичный мат, поэтому черным после ферзь f7 надо скрываться на d8. Ферзь бьет g7, нападая на ладью. Ферзь b6. Черные стремятся к контр-игре, открывают дорогу королю и создают контругрозы. Ферзь e3, ферзь f2 или ферзь g1. И вот здесь очень важно не соблазниться взятием на h8, что может быть естественнее взятие ладьи с шахом, но нет. Но нет, после ферзь h8, король c7, 3-0, у черных появляется ход ферзь e3. На король b2, конь f2, конь входит в игру, и все может закончиться вот примерно таким вот вечным шахом. Поэтому, чтобы выиграть, чтобы выиграть белым, надо продолжить играть очень-очень сильно и сделать ход 3-0. Не очевидный ход. В чем разница? В чем разница? Разница в том, что на король c7 белые вновь не берут ладью, а усиливают позицию. Они усиливают позицию ходом ладья d4. Еще один неимоверно сложный ход. Перекрывают они диагональ ферзю черных, не пускают его в лагерь, не дают возможность сыграть ферзь e3 шах, и выясняется, что несмотря на огромное материальное преимущество, да и позиция короля кажется достаточно устойчивой, да, у черных защититься они от угроз белых не в силах. Ладья под ударом, если ее куда-то отвести, то белые продолжают давить на ферзевом фланге, и вот такой вот мат могут поставить в случае ферзь a7, поэтому черным приходится отдавать ферзя после a5. Ну а если черные после ладья d4 ладью h8 отдают, и ходит король b8, белые уже наконец-то забирают ладью, и выясняется, что их позиция просто подавляющая. На самом деле черные не закончили развитие, как это ни прискорбно. Слон c8, ладья a8 не сделали ни одного хода в этой партии. Конь на h1 очень далеко стоит, а комочек белых фигур готов продолжить атаку. a5, конь d7, да и ферзь h6 иногда можно не побрезгивать этой пешкой. Все приводит к тому, что позиция на доске с очень серьезным перевесом у белых, и они должны победить. Вот такие вот интересные три задачи, которые я подготовила для этого видео. 9 января 2022 года полуфинала, финалы смотрим. Еще ни разу на русскоязычном канале ЧСКОМ.РУ мы не освещали это мероприятие. Все происходит быстро, молниеносно, и остается только удивляться, как это возможно. Так что будем смотреть вместе, насколько и как это возможно. Решайте тактику, находите красивые комбинации, и увидимся совсем скоро. С вами была 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова